И недельная глава в Итханан умолял, она очень богатая. И здесь мы как раз прочитали эти места Писания, где Муша умоляет Бога, чтобы он смело виселся над ним и позволил ему зайти в Израильскую землю. После этого он напоминает суды и постановления Божьи. Он напоминает, как народ стоял у горы Синай, он напоминает 10 заповедей и самую важную еврейскую молитву, слушая Израиль. И потом он говорит про проклятие, про уничтожение 7 народов хананских. И именно на этом отрывке я хочу сегодня сосредоточиться. Мы прочитаем из 7 главы. С самого первого стиха 7 главы мы прочитаем. «Когда Господь Бог ваш приведет вас в страну, овладеть которой вы идете, и изгонит из нее множество народов, хитеев, гиргошеев, амореев, хананеев, ферезеев, хинанеев, евусеев, 7 народов, более многочисленные и сильные, чем вы, когда Господь Бог ваш отдаст их в руки ваши, и вы победите их, то предайте их заклятию, уничтожьте. Не заключайте с ними договоров и не давайте им пощады, не вступайте с ними в родство и не давайте своих дочерей замуж за их сыновей, не берите их дочерей в жены своим сыновьям, иначе они отвратят от меня ваших сыновей, и те будут служить другим богам. «Тогда Господь разгневается на вас и немедленно уничтожит. Поступите так, их жертвенники разрушьте, их священные камни разбейте, дерева ашеры срубите, извояния сожгите, ведь вы святой народ у Господа вашего Бога. Господь ваш Бог избрал вас из всех народов земли, чтобы вы были его драгоценным достоянием». Амэн. «Бог показывает нам две основных вещи, которые могут вести народ в падение». «Эхад מהдברים, זה הדברים החומריים, מה שנמצא באותה ארץ, כלומר, псалим, бамот, כל מיני דברים, שקשורים לאשרה». «Первый – это материальная или физическая вещь, то есть все статуи, извояния, высоты, все, что символизирует поклонение Астарта. «Все, что может напомнить поклонение идолам». «Ва דבר השני, החשוב, בעצם, זה אנשים עצמם». «А второе, самое важное, это сами люди». Это люди со своим видением мира, со своей культурой, со своим идолским поклонением, со своей верой. «Во шני הדברים האלу יכולים להפיל את עם ישראל». «И две эти вещи могут привести к падению народа Израиля». «И каково может быть падение, что произойдет». «Дבר הראשון, זה ярхик את עם ישראל מאלוהים ומד דרכי אדונאי». «Первое, это может отвратить сыновей Израиля от Бога и от Божьих путей». «Ва דבר השני, זה עוד יותר עמוק, זה להתחיל לשטחות לילילים אחרים». «И второе, что намного глубже и хуже, это что они могут начать поклоняться идолам, другим богам». «Томар, אנחנו רואים פה איזשהו תהליך בהדרגה, архаками אלוהים, ועז, אתה מתחיל לעשות дворים, שממש לא רואים». «Мы здесь видим такой процесс падения, во-первых, отойти от Бога, а во-вторых, начать делать что-то ужасное, что Бог ненавидит». «Ваз אלוהים נותן בעצם גם שני פטרונות». «И тогда Бог дает два решения этой проблемы». «Аз דבר, שקשור לדברים חומרים, הוא אומר, «Ташמידו, תשמידו את כל, את כל המצבחותיהם, את כל המצוות שלהם, תשберу, הכל». «Бог говорит, первое решение такой физическо-материальной преграды, это уничтожить все жертвенники, разрушить, до конца вообще ничего не оставлять». «Бог говорит, уничтожить все статуи, все жертвенники, чтобы даже воспоминания не осталось, чтобы не осталось ни одного камешка-символа, который бы мог напомнить, и тогда израильтяне сказали бы, «О, здесь есть какая-то статуя, что-то осталось, мы можем начать поклоняться». «Во הדבר השני, הוא אומר, «Тасе херем, תשמיד לגמרי את כל העם». «И второе, он говорит, полностью уничтожить, искоренить весь народ». «Дерыхага, אם אתה לא תעשה את זה, ואתה תקשל, ואז יבוא עונש מ-אלוהים, ואז אלוהים ישמיד אותך, ויגרש אותך מהארה». «И он говорит, если ты не повинуешься этому Божьему Слову, тогда от Бога придет тебе наказание, и Бог вместо них уничтожит тебя, и изгонит тебя из этой доброй земли, которую Он дал тебе». «То есть, если мы начинаем вести себя как те народы, поклоняться другим богам, и поступать по их поступкам, то наказание, которое предназначалось тем народам, упадет на наш народ». «И здесь очень ясная заповедь, повеление, уничтожить все физическое». «Но когда ты начинаешь говорить про уничтожение народа, всех до единого, тогда у тебя всплывает такой вопрос, как с этикой быть?» «Окей, убиваются мужчины, которые держат в руках оружие на войне, но здесь говорится про женщин, про младенцев, всех до единого». «Маленький ребенок, который только родился, в чем он согрешил и что он понимает». «Бух говорит, он уничтожит их всех». «Здесь что-то очень эморальное». «Я дам вам два объяснения этому». «Во-первых, это сквернение, грех, настолько пропитал этот народ, что оно уже сидело в их ДНК. Ты уже ничего не мог сделать, оно настолько глубоко пропитало этот народ, что ты не мог этого изменить». Это даже ребенок, который только что родился, он ничего не понимает, но по мере возрастания, это как характер, который все равно проявится, вдруг когда-то в один день он говорит, «Я буду поклоняться тому-то и тому-то идолу». «Я дам вам другой пример». «Сегодня есть люди, которые живут в определенной культуре, они не евреи, но вдруг чувствуют свою потребность и свою привязанность к еврейскому народу». А где-то до 40 лет человек прожил нееврейской жизнью, но вдруг у него сильное стремление к еврейскому народу и каким-то образом обнаруживается, что да, у него были предки и какие-то есть еврейские корни. То есть, духовные вещи, они все равно сидят, они каким-то образом запрограммированы в нашем ДНК. И поэтому, для того, чтобы не сталкиваться с этим грехом в будущем, Бог говорит, «Сегодня уничтожить». И тогда ты говоришь, «А как ты знаешь, может быть, там нет этого греха». Здесь важно понять, что это не народ израильский принял такое решение и пошел и своевольно начал уничтожать эти народы. Это было чистое повеление от Бога. Бог определил, что есть в сердце и в душе у этих людей. И Он это заповедил сделать. И второе объяснение, которое нас берет к началу в бытие. Мы говорим про Ханан, который был прозрачным. И другие неканонические книги говорят о том, что Он с силой взял себе Хананскую землю, которая ему не принадлежала. И они клялись, что она будет принадлежать Шему. И то, что Он сделал что-то против клятвы и против обещания, это на Него наложило проклятие уничтожения. И то, что мы читаем здесь, это народ израильский являлся инструментом в Божьих руках для того, чтобы уничтожить потомков Ханана. И все это связано с тем, как это было тогда. Как сегодня это связано? Почему нам это актуально? Мы живем в мире, вокруг нас есть люди, мы не одни. И эти люди оказывают на нас определенное влияние. Даже если мы хотим или мы не хотим, на нас люди оказывают влияние. И тогда Бог предупреждает нас, чтобы мы отдалялись. Ты можешь соединиться с какой-то группой людей. Каме ше-зман, каме ше-יותер-зман ата тишае бенехуху челотам-анашим, ата тетхил литнаэк камоэм, лидабэр камоэм, влээсоу дабэр камоэм, влээсоу дбэрим ма ше-м ошим. Чем больше времени ты проводишь с определенными людьми, ты начинаешь себе вести как они, говорить как они, думать как они. Им анашим кулам мекалелим шам. Если люди там все проклинают и ругаются, и возможно ты сохраняешь свои усты, свой разговор. Но когда все это на тебя влияет, ты вдруг через месяц, несмотря на то, что ты сохраняешь свои усты, вдруг какое-то слово вырывается у тебя, про которое ты даже не думал, что ты можешь сказать это. Милая не красивая, грязная слова. Это влияет на нас. Я вам дам пример от детей. Иногда ты смотришь на ребенка, который играет с другим ребенком один, день, два, три. И потом ты дома обнаруживаешь, что он начинает другим голосом говорить. Ты знаешь, что это не его обычный голос, это голос того ребенка. Или он реагирует и с такой наглостью тебе начинает отвечать, что у твоего ребенка этого не было раньше. Ты знаешь своего ребенка, ты знаешь, что это не от него. Влияние других людей очень сильное, хотим мы этого или нет. Поэтому Бог говорит, отдались. Мы иногда думаем, что мы очень сильные веры и мы можем противостоять всему. Улай, петом, они имеют ор как-то хазак в этом хошеке. Я буду, наоборот, я буду сильным светом в этой тьме. Возможно, что да, но в основном из практики мы видим, что нет. Вот сипор катан, я вам расскажу. Это что-то, что я один раз прочитал в одной книге. Ищ один, ма-мин, ма-мин. Он говорит, что я все время хочу в эту тьме. Я ногоф. Один верующий человек приходил к своему лидеру общины и постоянно ему признавался в одном грехе при любоподиянии. Он говорит, что я все время я говорю с ищущей, я не шарит в доме. Мы сейчас мы говорим. Он говорит, каждый раз я просто разговариваю с какой-то определенной женщиной. С одной и той же женщиной. Прихожу к ней домой. Мы просто разговариваем. Но через некоторое время обнаруживаю себя с ней в кровати. И это происходит постоянно. Я каждый раз каюсь и признаюсь, но каждый раз я впадаю в один и тот же грех. Азерой Кила умерло, окей, я не мовин от тебя, но улыбай гиа змен что ты просто не твой лея байта. И тогда лидер общины говорит, я понимаю, может быть тогда пришло время что ты перестанешь к ней домой ходить? Мы иногда мы ставим в какое-то положение безвыходное и пытаемся там справиться с чем-то. Бог говорит, не нужно оставить в такое положение. Есть השпоя от этого, потому что влияние этого мира ничего не поделаешь. Поэтому я хочу ободрить вас. И я молюсь так, как молился Иешуа. Он не призвал нас выйти из этого мира, но он сохраняет нас в этом мире. И он призывает нас отдалиться от зла и делать добро. Сохранить себя и быть цветами, потому что он свят. Аминь. Аминь.